сегодня мы представляем автомобиль glee модель называется geometry это топовая модификация мощностью 62 киловатта с возможностью пробега 510 километров значит автомобиль потребляет 13 с половиной киловатт мощности на 100 километров он у нас вот видите в белом цвете с панорамной крышей полностью китайский автомобиль собран в китай везен к нам как по импорту цена будет нами просчитываться то есть сейчас она естественно на входе он получился нам достаточно дорого за счет уплаты всех платежей таможня это утилизационный сбор и расходы на сертификацию мы видим пока конкурент основного которая действительно заслуживает так скажем особого внимания это тесла конечно то есть ориентир на этот автомобиль конечно представлены много сейчас и среди японских и корейских и европейского автопрома производители но на самом деле вот такого реально сравнительного анализа мы еще не делали то есть у нас есть сейчас есть возможность то есть где-то и проехать где-то и посидеть где-то ну когда есть автомобиль его можно сравнить просто сравнивать картинки и так далее нам было неинтересно с этой целью мы привезли автомобили для того чтобы действительно попробовать сертифицировать посмотреть как они ведут себя по отношению с конкурентами какие есть перспективы у нас что может быть нужно еще с тем же подсказать китайцам дополнительно если это рассмотреть наш рынок 4 автомобиля можно будет посмотреть салоне давай от трех минских дилеров наших ну и один автомобиль останется пока на заводе ну во первых ручки когда закрывается автомобиль как только он закрылся сразу и закрывается ручки все основное здесь на самом деле спрятано то есть все датчики все так скажем и системы управления то есть она элементарно то есть если мы нажимаем просто кнопку старт вот такой вот дискообразный джойстик три функции это драйв паркинг и задний доход ну и от 0 до сотни за 8 8 и 8 десятых секунды но в спорт режиме здесь значит система мониторинга пешеходов то есть система мониторинга не только впереди и сзади адаптивный круиз-контроль который позволяет остановить автомобиль при появлении препятствия внезапного то есть выбежал ребенок выехал автомобиль при движении вперед и назад первое впечатление когда я проехал в эконом режиме не понял не но в спорт режиме мне очень понравилось то есть динамик автомобиля первое впечатление я ехал не один с моим с моей коллегой и она удивилась магрит уже поехали то есть она не услышала как заработал обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания он поехал он покатился просто то есть впечатления другие первый раз ездил на автомобиле я действительно на этом на геометрии у нас есть так скажем задачи сделать расчеты какие цифры получаются при эксплуатации автомобиля то есть какие расходы на электроэнергию на при обслуживании хотя обслуживание автомобиля но сами понимаете здесь какие температурные режимы работы по характеристикам из китая то есть при плюс 10 градусов и ниже уже как бы характеристики автомобиля снижаются так скажем эксплуатационные но вот хотелось бы попробовать через неделю у нас будут до минус 9 там и так далее вот попробуем как мы автомобили в эксплуатации но сейчас нужно что только активной эксплуатации автомобиля запас хода есть вот в данной версии 510 километров но это это максимально максимально две версии две комфорт комфорт 400 километров какая реальная цена то есть мы можем выйти на китайскую там 37 25 37 тысяч ну то есть это цена ну уже напрашивается наверно с ваших слов до 35 вот где-то ну не знаю наверное она такая более приемлемая в том плане что автомобиль такого класса если взять с двигателя внутреннего сгорания примерно столько и стоит то есть с таким экстерьером в то в таком кузове то есть наверное да это все нужно еще просчитать и время и рынок понимает какой потому что если это массовая производство естественно себестоимость ниже а если это четыре автомобиля то это очень дорого рост у меня метр восемьдесят то есть ну вот видите я не специально сел так чтобы сел комфортно сзади очень так скажем интересный вид за счет наплывающего стекла над головой можете присесть рядом его даже ни разу не откроем где он там резина с левой стороны я привык что она с правой от камеры но багажнике я считаю что здесь я думаю что литров под 500 500 точно до 480 как минимум посмотрим здесь вот здесь много ниш для того чтобы можно было хранить какие-то личные вещи но здесь либо докатку кидать как минимум и зарядная да что стоит под капотом сложный вопрос честно скажу то есть электро двигатели да а что там конкретной но на самом деле еще информации нет давайте мы ее изучим отщелкнуть даже посмотреть еще не удалось поэтому не будем так углубляться в технические такие характеристики